Книга «Открытым оком», том 4, тема молитвы, вопрос 1204. «Есть молитвы в молитвословии, где перечисляются многие грехи, но если я никогда не совершал этих грехов, то нужно ли читать эту молитву?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. При составлении молитвослова составитель, быть может, имел в виду не только буквальный смысл, но и духовный, переносный, а это сразу же меняет суть дела. Согласно Уголовного кодекса, убийцей считается отнявшись жизнью другого любым способом. Есть государства, где судят за измену, супружескую неверность и даже предают смертной казни. Но вот как смотрит на это Господь. 1 Иоанна 3.15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» – Матфея 5.28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же перед уголовным законом я чист и свободно расхаживаю и таким же почитаюсь перед родными и близкими, то, согласно Евангелии, картина резко меняется. «Мы должны постоянно помнить, что нас будет судить Бог только по Библии» – Иоанна 12.48. «Отвергающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Еще раз перечитайте эти молитвы в молитвословии и взгляните на свое глазами, на все глазами своего ангела-хранителя и возблагодарите Бога за тех, кто написал этот молитвословие. «Нужно уметь молиться своими словами. Филиппийцам 4.6. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». «Но если у вас нет навыков, духовного опыта, а он достигается далеко не всеми, и ох, как непросто, то никогда не пренебрегайте чтением псалтири на русском языке и молитвослова, и только в конце откройте конкретно свои желания. Есть расширенное пособие для кающихся, это не молитвословы. Там вы найдете многое, чего с вами не было и, может быть, никогда не будет скотоложства, мужеложства, поэтому не читайте эти слова, не грязните свою душу. Там есть такие подробности, что от чтения которых даже священники, привыкшие исповедовать многих, говорят, хочется сходить под душ. Но что сделаешь? И это есть в мире, и один раз прочесть это нужно, чтобы обезопасить себя, чтобы не сказать потом. Купался всю жизнь в этом гное и не знал, что это есть грех. Добыча тления и червей, о чем еще, мудрец, мечтаешь, когда в безмолвии ночей, не замыкая сном очей, ты книгу знания читаешь? Что в ней прозрел ты, что узнал? Все та же истина от века, иной нам мир не открывал. В нем жил человек, любил, страдал, и нет уж боли человека. Один живущему закон, пеленки саваном меняют, и правду рек царь Соломон, и суета, сует и сон. О чем же мудрецы мечтают? 1830 год, Якубович. Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.